Как витамины переносят термообработку? 1. Жирорастворимые витамины Жирорастворимые витамины А, Д, Е, К – самые устойчивые к термообработке. Однако при разных условиях приготовления потеря полезных веществ может достигать до 30%. Продукты, богатые витамином А. Печень, сельдерей, морковь, шпинат, перец сладкий, тыква. 2. Продукты, богатые витамином D. Грибы, рыба, яичный желток, морские водоросли. Витамин D хорошо переносит термическую обработку, если температура не превышает 100 градусов. 3. Продукты, богатые витамином Е. Растительные масла, шпинат, спаржа, пшеничные отруби, семечки подсолнечника. Витамин Е практически не разрушается под воздействием высокой температуры, но страдает от прямых солнечных лучей. Продукты, богатые витамином К. Морская капуста, шпинат, сельдерей, грибы, огурец, томат, капуста. 2. Водорастворимые витамины. Водорастворимые витамины группы В устойчивы при нагревании в кислой среде, а в щелочной и нейтральной среде разрушаются на 20-45%. Частично они переходят в отвар. Продукты, богатые витаминами группы В. Горох, фасоль, шпинат, соя, мясо, грецкие орехи, рыба, яйца, сыр, гречневая и пшенная крупы, морские водоросли. Отдельного внимания заслуживает витамин В9. Он плохо переносит любую термическую обработку, теряя до 90% своих свойств. Продукты, богатые витамином В9 – печень, пекинская капуста, морские водоросли, рукола, шпинат, спаржа. А теперь немного подробнее о витамине С. Витамин С сильнее всего разрушается за счет окисления кислородом воздуха. Разрушению этого витамина способствуют Варка продуктов при открытой крышке Закладка продуктов в холодную воду Термообработка более 10-20 минут Длительное хранение пищи в горячем состоянии Увеличение поверхности контакта продукта с кислородом Измельчение, протирание Продукты, богатые витамином С Перец сладкий, шиповник, смородина черная, киви, брюссельская капуста, цитрусовая Что делать, чтобы сохранить витамин С? 1. Картофель варить или запекать в мундирах Приготовление картофеля в очищенном виде Приводит к потере 80-90% витамина 2. Любые овощи при варке нужно опускать в кипящую воду Если класть в холодную, теряется 25-35% 3. Лучше тушить Например, при варке капусты потеря до 90% При тушении до 50% 4. Если варить, то лучше на пару Например, шпинат, салат, щавель При варке в воде теряют до 70% На пару в закрытой посуде Лишь 8-12% 5. Не стоит оставлять суп После приготовления на горячей плите Как это зачастую делается в общей пите Через 6 часов витамина С не остается совсем 6. Не измельчать продукты Так как в измельченных продуктах При соприкосновении с кислородом воздуха Витамин С теряется больше 7. Готовить ягоды целиком При изготовлении сока Разрушается 20-40% витамина С Столько же при приготовлении компотов Однако при приготовлении ягод целиком Разрушается только 20% 8. Готовить недолго В случае длительного приготовления Джема и варенья Теряется до 80% витамина С 9. Хранить минимальное время Например, в огородной зелени Через сутки хранения Остается всего 40-60% От первоначального содержания витамина С 10. Овощи или фрукты В замороженном состоянии Сразу класть в кастрюлю Так значительно снижается Потери витамина С от размораживания А сейчас общие рекомендации По приготовлению продуктов 1. Старайтесь, чтобы температура приготовления Была не более 100 градусов по Цельсию Это уничтожит патогенные микроорганизмы Но сохранит биологические свойства продуктов 2. Чем меньше время тепловой обработки Тем лучше 3. Чем меньше используются воды при варке Тем лучше 4. Когда вы отвариваете очищенные овощи Сохраните воду В которой они варились Часть витаминов и минеральных веществ Переходит в нее Этот отвар можно использовать для супов Или приготовления других блюд 5. Чтобы сохранить больше витаминов в овощах Оптимальный способ их приготовления на пару 6. Чтобы сохранить больше витаминов в мясе и рыбе Используйте быстрое обжаривание Старайтесь жарить тонкие ломтики на сковородке С антипригарным покрытием или гриле Не используя лишнего жира Можно запечь такие продукты куском в духовке В фольге Которая ускоряет процесс приготовления И не дает окисляться жирам 7. Продукты необходимо добавлять Уже в кипящую воду или уже разогретую духовку 8. Готовьте в не окисляющейся посуде Максимально заполненной доверху И с закрытой крышкой Самая нехорошая посуда в этом отношении Алюминиевая 9. Соблюдайте режим приготовления продуктов Не переваривайте А если будете использовать врагу То не доваривайте 10. Очищайте и нарезайте продукты Непосредственно перед приготовлением блюд Употреблением или изготовлением салатов 11. Нарезайте фрукты и овощи Не слишком мелко Использование терки нежелательно 12. Не разогревайте блюдо повторно И не храните долго Если будут вопросы Пишите в комментариях И мы ответим